Музыка В рыблове полк стоит, так офицеры чистой конфеты. Музыка Если б ты только знал, что было! Что было! Музыка Да ну невежа, боже! Да нет, это я не тебе, нет, нет! Не тебе, не тебе! Я сейчас еду, еду! Шарпитер, я хочу, чтобы вашу жену считали за женщину со вкусом. Ну, довольная, сударыня, никакого вкуса у вас не было, когда вы выходили замуж за меня. А, вот это верно, вот это верно, сэр Питер. Раз я вышла за вас замуж, я не имею права говорить о вкусе. Налейте, налейте бокалы полнее, и выгнят друзья за любовь. ЛАЙ 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 Мне в самом деле ни капельки нельзя, иначе я за себя не ручаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вместе с Ольгой Николаевной мы играли вот последний спектакль «Соло для часов с боем». И когда вот я думаю о том, какое ее вот было очень важное качество как актрисы, я помню ее совсем молодую, и помню ее позже, и, наконец, вот последние годы. Я бы сказал, вот это было ее очень такое индивидуальное качество, ее. Она умела радоваться жизни на сцене. Для нее радость творчества, ощущение вот этого праздника, сцены, была какая-то органическая необходимость. И это качество она, вот, можно сказать, пронесла от самых ее юных лет и до последнего дня ее жизни на сцене. Мне хочется сказать о том, о той скромности, которой обладала Ольга Николаевна Андровская. В беседе с молодой тогда еще актрисой Кирой Николаевной Головко, когда они беседовали об искусстве, Ольга Николаевна сказала замечательную вещь. Она сказала, когда будете идти по лестнице искусства, старайтесь не стучать каблуками. Вот эта мысль, значит, не кричать о себе, быть скромной, она как-то пронесла через всю свою творческую жизнь. Казалось, что она была создана для жизни, для счастья, ее смех, ее какая-то необыкновенная заразительность, обаяние. Изветь! Бурбан! Монстр! Что? Что вы сказали? Что вы сказали? Монстр? Ага, медведь Бурбан монстр. Ах, ведь ведь был монстр. Позвольте, какой же вы имеете право оскорблять? Да, да, оскорбляю. А что вы думаете? Я вас боюсь, медведь! Медведь, медведь, медведь! Давай, Лен! К барьеру! Что? К барьеру стреляться! Стрелять хотите? Да! Извольте! Извольте! После мужа остались пистолеты! Сию минуту принесу! Каким наслаждением! С каким наслаждением я влеплю пулю в этот ваш медный лоб, который я так ненавижу! Черт вас возьми! К барьеру! Ну, почему вы не хотите драться? Потому что? Потому что потому! Почему вы не хотите драться? Струсили? Да, струсил! Ужойте! Почему вы не хотите драться? Потому что... Ну, я не виноват, что вы мне нравитесь! Я ему нравлюсь! Ах! Он еще смеет говорить мне, что я ему нравлюсь! Сударня! Я почти влюблен! Черт возьми! Какая у вас ломка имеется! Отойдите прочь! Стрелять буду! Стреляйте! Стреляйте! Тринадцать женщин бросил я! Девять бросили меня! Ни одну из них! Я не любил так, как вас! Суку предлагаю, да или нет? Барьеру! Стреляться! Стреляться! О, вы не можете себе представить! Какое счастье! Умереть под взглядом этих чудесных глаз! Умереть от револьвера, который держит это маленькое бархатное ручко! Ух! Я, кажется, с ума сошел! Сударня! Сударня! Вы все еще сердитесь! Поверьте, я сам чертовски смешен! Решайте! Сейчас же! Я порядочный человек! Я стреляю и попадаю пулей в подброшенную копейку! Я имею десять тысяч годового дохода! Я имею отличных лошадей! Хотите быть моей женой? А, даже мороз по коже берет! Медведь! Медведь! Скажешь там на конюшне, чтоб сегодня Тобе вовсе не давали овца Ну, видите, я был в юношеском возрасте поклонником второй студии И был замечательный актер, может быть, из-за него я и пошел в актер Этот был Николай Бателов Он немного старше меня, лет на пять максимум Но он уже занимал положение, уже был популярен Великолепно играл роли, целый ряд ролей Там, во второй студии, я видел много всего В том числе и такую, ну, я бы сказал, сотканную из солнечных лучей Ольгу, Олечку Андровскую Вот эта такая оживленность ее Необычайная подвижность, что я бы сказал Она, может быть, могла показаться даже, ну, вот какое-то такое легкомысленное, веселое, слишком веселое существо Однако, на самом деле, это было не так Уже вот в первой работе, в которой мне как раз довелось вместе с ней участвовать в работе, в спектакле Бернее сказать, в пьесе «Таланты и поклонники», где Ольга Николаевна играла Негину, а я репетировал Мелозова Я поражался, насколько Ольга Николаевна была необычайно серьезным, серьезным человеком Она буквально вгрызалась в существо характера до самых мельчайших подробностей Причем была очень кропотлива, придиралась к себе Это было для, можно сказать, только начинающей молодой актрисы, да еще совсем молоденькой Просто казалось, даже, так сказать, мы немножко удивлялись этому, такому глубокому ее подходу, глубокому серьезу И, кроме того, она поражала всех нас своим трудолюбием Это человек, который мог тогда, в холодное и голодное время, репетировать 10 часов к ряду И недаром, когда наши великие учителя Станиславской и Мирович Данченко впервые ее увидали Они сразу были покорены ее и каким-то женским обаянием, и вот этой невероятной пытливостью Пожалуй, среди нас всех тогда молодых актеров только Люля Андровская могла похвастать такой нежной и строгой любовью К ней, со стороны ее учителей Станиславского и Владимира Ивановича Я помню, что меня он похвалил первый раз через 10 лет после того, как я с ним познакомился А хвалил он вообще редко, потому что, похвалив, всегда тут же начинал немножко ругать для того, чтобы, как он говорил, не зазнавались люди Ну, он был строг вообще ко всем, в частности, вероятно, и к ней, и ей доставалось от него, от его требовательности Ну, все-таки больше он ее хвалил и больше принимал, чем всех остальных Вот вспоминаю Сюзанну Вообще Сюзанна, это, конечно, была, я бы сказал, лучшая роль Ольги Николаевны Я даже позволю себе сказать, что это лучшая Сюзанна на мировой сцене Потому что она в себе прежде всего несла вот этот национальный характер француженки Это была подлинная француженка Отчего Константин Сергеевич просто иногда, кстати, ощущал восторг Он говорил, что вот это, это, вот так вот равняйтесь все по-андросской Вот так, как она играет, вот это и есть самое важное качество Столько было у нее буйного темперамента, столько было задора Как говорила Станиславская, действительно, это была фигура в юбке Константин Сергеевич придумал невероятное количество межонсцен На кресло, за кресло, под кресло, по лестнице После вот такого выхода Ольга Николаевна выходила за кулисы и буквально валила с ног Но стоило следующую сцену буквально почти сейчас же идти Она вновь преображалась и вновь появилась эта шампанская, можно сказать, на сцене Вспоминается как-то репетиция, когда репетировала сцена Сюзанна в комнате Когда приходит Керубина, приходит граф, приходит Бартулева И вот всех она должна спрятать одного от другого Сцена была придумана Станиславским с необычайным блеском, в смысле каких-то межонсцен И Андровская, я позволю себе назвать, просто Лёдечка Играла её замечательно, изумительно Эту картину она играла с таким блеском, с таким азартом, с таким юмором Что Станиславский просто расплывался с удовольствием И кричал ей, молодец, браво Да, несмотря на то, что Керубина, которого играл впоследствии И очень хорошо играл Александр Михайлович Комиссаров Из зала часто слышала, шура, шура, ноги как катерга Это ужасно Она играла когда, она никогда не была одна Не я вот одна только вот Сюзанна, что... Нет, она была необычайно связана с народом Во всём, выражалось это в каких-то мимолетных взглядах В движении, в просьбе какой-то её поддержки Радости, негодования Всё это было связано, кровью было связано с народом Это была очень важная и существенная черта И замысла Константина Сергеевича, и того вовлащения Которое, я бы сказал, главным образом, может, было шло через Сюзанну Через Ольгу Николаевну Андровскую И вот я вспоминаю последнюю, одну из последних сцен в пятом акте Когда Сюзанна разыгрывает Фигаро, а Фигаро разыгрывает Сюзанну И в какой-то момент, когда она в порыве ревности Хлещет Фигаро веером Причём она делала это с такой непосредственностью С таким азартом, что мне было так легко вас сликнуть О, счастливый Фигаро, бей меня, бей меня, мои возлюбленные Бей без устали, а когда окончательно разукрасишь синяками Посмотри ласково на самого счастливого из мужчин, когда-либо битых женщин Ах, графиня, я обожаю вас Примите во внимание время, место, обстоятельства Обстоятельства время, обстоятельства места И пусть презрение графу склонит вас на милость ко мне Ах, как у меня рука горит Ох, как горит моё сердце Милостивый государь, но вы подумали, что гнев и любовь Побеждают все препятствия Вашу руку, графиня Вот она, вот тебе, вот тебе, вот тебе Вот тебе за твоё призрение Вот тебе за твою измену Вот тебе за твою любовь Вот тебе за всё Ну, повтори, как ты сказал сегодня утром О, счастье, о, наслаждение, о, любовь О, тысячу раз счастливый Фигаро Бей меня, мои возлюбленные, бей без устали А когда окончательно разукрасишь синяками Посмотри ласково На самого счастливого из мужчин Когда-либо битых женщин Спектакль Фигаро Пользовался у зрителей большим успехом Ольга Николаевна Всё больше и больше обладевала ролью И Вот любопытные слова, которые Написала Константия Сергеевича Станиславскому за границей Когда тот в это время был там И Лечился Вот что она пишет Как же хотелось, чтобы вы посмотрели Сумела ли я сделать за это время Хоть часть того замечательного, что вы мне говорили Как мучительно трудно быть актрисой Вот такой актрисой, о которой вы говорили Как часто думаю А Эмилию я право называться ею Как достичь мастерства, которое есть одно из истинных двигателей в искусстве И как избежать того страшного, что зовется ремеслом Ну, Ольга Николаевна Я очень часто своим ученикам говорю о том, что В искусстве с художником рядом всегда ходят два слова Слова очень похожие друг на друга Сомнения и самомнение Так вот, рядом с Андровской всегда ходило сомнение Поэтому она не переставала быть художником до последних своих дней Ольга Николаевна Благодаря вот своему такому качеству Постоянного, что ли, сомнения в себе В своих силах, в своем таланте Иногда даже теряла какие-то роли Которые были ее и только ее ролями Мне вспоминается такой эпизод Когда ей предложили собаку на сене Роль впрямую и ее Потому что никто лучше ее не сыграл бы, по-моему Так мне кажется Но, в конце концов, отказалась от этой роли Не сыграла ее Всегда у нее было сомнение Всегда она Даже, ну, я бы сказал, она иногда Приходила к великолепным результатам Но обязательно через какие-то Так называемые муки творчества, если можно сказать Она и плакала иногда на репетициях Когда ей что-то не удавалось И мучилась Но всегда это кончалось блеском Всегда это кончалось великолепным Я не знаю, ее Станиславский и Немирович Владимир Иванович Немирович Данченко Сравнивали ее с актрисой Режан Знаменитой французской комедийной актрисой Так готово Вот теперь пускай кто-нибудь скажет, что я сегодня первый раз еду в Верхово Я ручаюсь, что никто не догадается, что я только час там назад купила конюшню Ларда Бритли Такую корюшню, какого Бритли А, вы здесь? Ну тем лучше, поезжайте и заплатите Ларда Бритли за 6 лошадей со всем, что к ним полагается Капитан 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 Извините Отчаливай Леди Тизелл Леди Тизелл Леди Тизелл Я не потерплю этого Сор Питер Сор Питер Сор Питер, терпите или не терпите, как вам будет угодно Но я все должна делать по-своему И буду, буду, буду делать, понимаете? Я воспитывалась в деревне, но отлично знаю, что замужние светские женщины в Лондоне Никому не обязаны отчетом в своих действиях Так, очень хорошо, Сударная Очень хорошо Значит, муж не должен иметь на жену никакого влияния Никакой власти Власти? Ха-ха-ха-ха! Разумеется, нет! Если бы хотели власти надо мной Так вам бы следовало удочерить меня, а не жениться на мне Вы достаточно для этого старый Старый? Вот где собака зарыта Ну, очень хорошо, Сударная, очень хорошо Своим поведением вы можете отравить мне жизнь Но я не хочу разориться от вашего мотовства Я уверена, что я трачу денег не больше, чем полагается светской женщине Ха-ха-ха-ха! Нет-нет, вы не будете больше тратить денег на такую безумную роскошь Но жизнь Покупать лошадей целыми конюшенами Убирать зимой свой бодуар цветами Тратить на это столько, что на эти деньги можно было бы превратить сахару в оранжерею Сэр Питер, а разве я виновата, что зимой цветы дороги? Вы броните климат, а не меня Я бы тоже хотела, чтобы у нас весна была круглый год и розы бы цвели под ногами Сударная, но вы забываете, каково было ваше положение, когда я женился на вас Отлично помню, сэр Питер, оно было очень неприятно, иначе никогда бы не вышло на вас Да, но вы были тогда куда скромнее Вы были просто дочерью бедного поверьщика Припомните, леди Тизел, когда я встретила вас в первый раз Вы сидели за пяльцами, в простеньком холчевом платьице, со связкой ключей у пояса, с гладко причёсанными волосами Забавную я тогда жизнь вела, мне приходилось смотреть за молочной фермой, за птичьим двором Именно так и было Делать выписки из книги рецептов или бренчать на разбитых клавикордах, чтобы усыпить отца после охоты за лисицей Вот я очень рад, что у вас такая хорошая память И вот от таких развлечений я избавил вас А теперь вам нужно кареты и троих напудренных лакеев Летом пару каких-то белых котят и шарабай, а зимой целую конюшню верховых лошадей для того, чтобы ездить в конюшенье Да-да-да-да Похоже, что вы забыли, как вы тряслись верхом на клячь Притом на этой кляче вы были не одна, а вместе с своим ключником Ну, клянусь, этого никогда не было, никакой клячи, никакого ключника И ключник был, и кляча была, да, судары, вот какое было ваше положение А что я сделал для вас? Я сделал вас женщиной светской, богатой, знатной, я сделал вас своей женой Очень хорошо, сорт Китер И для того, чтобы довершить все ваши благодеяния, вам остаётся только одно Оставить вас вдовой, я полагаю, благодарю вас, судары Ну, не обольщайтесь этой надеждой Хотя ваше поведение нарушает моё душевное спокойствие, но в гроб меня вам не уложить Это я вам могу обещать Во всяком случае, позвольте вас поблагодарить за это Ну что ж, больно вам делать мне всяческие неприятности И попрекать меня грошами и страчем на какую-то, так, элегантную вещицу Ну, жизнь, конюшню с конюхами и лошадьми называет элегантная вещица А вспомните, сударыня, были ли у вас эти элегантные вещицы, когда вы выходили замуж за меня, сорт Питер Да неужели вы хотите, чтобы я отстала от моды? От моды? Скажите нам, милос, а много вы думали о моде на вашего замужащего? Сорт Питер, я хочу, чтобы вашу жену считали за женщину со вкусом Ну, довольна, сударыня, никакого вкуса у вас не было, когда вы выходили замуж за меня А вот это верно, вот это верно, сорт Питер Раз я вышла за вас замуж, я не имею права говорить о вкусе А вместе мне пришлось играть с ней такую блестящую роль ее Эта школа злословия, леди Тисел Лучшей партнерши я не мог бы себе представить Это удивительная была Вспоминайте такой случай, когда, значит, я по предложению Предложил режиссеру во время нашей ссоры там Я говорю, хорошо бы, если бы Ольга Николаевна спела тут и сыграла бы на клавесине Кстати, она играла прекрасно и на рояле, и чудесным голосом обладала Я говорю, а я пытался ей повторить Вот во время этой ссоры Конечно, я говорю, было бы идеально, если бы она сыграла на арфе, а я сыграл бы на флейте Тут же заведующий музыкальной части Который довольно так бесцеремонно заявил, что Что болтать о том, чего невозможно Мы переглянулись И сказали, а почему? И мы начали учиться Я на флейте, а она на арфе Должен вам сказать, что это, конечно, сложно Сложно было для меня найти там бошюр, как говорят музыканты Но я довольно скоро добился Сложнее было гораздо Ольги Николаевны Потому что для того, чтобы играть на арфе, нужно набить себе мозоли И вот она занималась докорой, буквально набила эти мозоли И в дальнейшем, если я только дудел эту мелодию одну, довольно несложную Кстати говоря, и не важно было, что я ее хорошо играю Потому что по роли это необязательно Но она научилась играть на арфе Упорно каждый день я приходил и слышал Как где-то в каком-то углу театра Ольга Николаевна занимается арфой И она прекрасно играла на арфе Уже играла просто на арфе Не только эту мелодию И мы с ней в шутку за кулицами Пели дуэт, скажем, из Сивильского «Если ты и хочешь, но друг любит» Вот это вот вдвоем И она компонировала это на арфе Могу только вспомнить спектакль, на котором была Нежданова и Голованов Причем они сидели в первом ряду И потом говорили о том, как мы искусно изображаем то, что играет за кулисами На арфе и на флейте И когда им Голованову сказали, что это они сами артисты Он долго этому не верил Сэр Питер Сэр Питер, я надеюсь, вы здесь не ссорились с Марией? С вашей стороны это было бы бестатно Приходить в дурное расположение духа от кого-нибудь другого, кроме меня Ха-ха-ха-ха Ах, леди Тишл Привести меня в хорошее расположение духа всегда в вашей власти Да? Вот этого-то я и хочу Мне нужно сейчас, чтобы вы были в отличном расположении духа Ну, развеселитесь Развеселитесь и дайте мне двести фунтов Ну? Двести фунтов Как будто я не могу быть веселым бесплатно Ха-ха-ха Ну, даете, да Даете, даете, даете Плачем Стоит вам говорить со мной вот так, как теперь Я ни в чем не могу вам отказать Ха-ха-ха Хорошо, вы получите деньги Но в награду приложить печать к расписке О, нет Нет Достаточно будет приложить руку Музыка КОНЕЦ Ах, Сор Питер, до чего вам идет хорошее настроение? Вот теперь вы мне напоминаете прежнего Сора Питера до нашей свадьбы, когда вы бывало гуляли со мной под вязами. Помните? Помните, как вы мне рассказывали, каким бы щеголем были в юности. Вы меня брали за подбородок и спрашивали, не полюблю ли я старика, который мне ни в чем не будет отказывать, так ведь? Да, и вы были так нежны и так внимательны. Голубок и горлица никогда не ссорятся, дружно живут. Весь свой век милуются, Весь свой век не целуются, Весь свой век не целуются. Ах, да, Сор Питер, а вы знаете, я всегда заступала за вас, когда мои знакомые поднимали вас на смех. Вот так. Да, когда Пузина Софи называла вас старым черстым холостяком и смеялась над тем, что я выхожу замуж за человека, который годится мне в отцы, я всегда защищала вас и говорила, что, по-моему, вы совсем не такой противный. Спасибо. Мстер Бидер, я даже утверждала, что из вас выйдет отличный муж. Ваше предсказание расправедливо. Она не заботится, для нее охотится, хоть старый всем, что она не просит. Сон ей приносит. Ваше предсказание расправедливо. Ваше предсказание расправедливо. Ваше предсказание расправедливо. Так, мы никогда не будем ссориться. Никогда. Голубокий горлица никогда не ссорится, дружно живу. Но все-таки, дорогая, элитизм, вы должны очень следить за своим характером. Во всех наших маленьких столкновениях, припомните, моя любимая, вы всегда были зачинщицей. Памы, извините, извините, мастер Питер, это вы, мой любимый, всегда начинали первые трам-па-па-па-па. Смотрите, мой ангел, противоречие никогда не помогает дружбе. Моя ангела, разве не вы начинаете первые трам-па-па-па-па-па. Ну, вот опять, вы не замечаете, душа моя, как делаете постоянно то, что меня всегда сердит? Душа моя, если вы будете сердиться без всякой причины... Значит, вам опять хочется поссориться? Нет, мне не хочется, но если вы будете таким брюзгой, таким сварливым... Ну, вот так, кто начинает? Вы, 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 я ничего не сказала, только вы сознаетесь, что у вас невыносимый характер. Ну, сударь, берите ваш собственный характер. Ну, значит, вы как раз то самое ей, что про вас говорит кузина София. Ваша кузина София – это наглая деревянская вертушка. Ну, а вы толстый медведь-грубиян, не смейте бронить моих родственников? Ра-па-ра-ра. Если я еще раз когда-нибудь вздумаю мириться с вами, пусть меня скрючит чума. Вот если скрючит, то тем лучше. Вот теперь ясно, вот настолько не любили меня, я был сумасшедший, когда женился на вас, дерзкий, дерзкий деревенский кокетки, которая ни с кого не хотела выходить замуж. Ну и мне тоже ясно, какая я была дура, что пошла на вас, старого волокиту-холостяка, который не женился только потому, что никто не шел за него. Они вообще не спят со мной разговаривать. Ладно, 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 однако вам было очень приятно слушать меня, а таких женихов, как я, у вас не было. Как это не было? Как это не было? Бросьте блудеть, как это не было. А сортивитарьер, которому я сказала. Сортивитарьер, сортивитарьер. Имение его было нисколько не хуже, чем ваше, но он уже успел умереть. Сортивитарьер, между нами все кончено. Вы, вы бесчувственны, вы неблагодарны, как, ну всему есть предел. Разведем с большие минуты. Я, я вам выделю отдельный капитал и живите одно, как хотите. Сэр Питер, да я давно об этом мечтаю. Вот, вот теперь я считаю вас способной на всякую гадость. Да, сударыня? Теперь я верю слухом относительно вас и Чарльза. Про вас и Чарльза не без оснований горячей. Сэр Питер! Да, да, да. Сэр Питер! Да, да, да. Хорошо, хорошо, берегитесь. Вы мне лучше не намекайте вот на такие вот вещи. Больше вам не придется меня подозревать без причины. И это я могу вам обещать. Вот, очень хорошо. Да, 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 да. Разъедем с ключей минуты. Пожалуйста. Даже разведемся. Даже разведемся. Пусть я буду спасительным примером для всех старых холостяков. Пожалуйста, пусть вы пригласитесь на всех старых холостяков. Развод. Я согласна с Ударом. Нет, я согласна. Нет, я согласна. Я согласна. И я согласна. И я согласна. Смотрите, сэр Питер, мы опять с вами пришли к соглашению и можем стать счастливой парой и никогда не ссориться. Я вижу, вы опять собираетесь рассердиться, чтобы вам не помешать, я отсюда удаляюсь. Голду бабкой горлится, никогда не ссорится Чувствуя себя партнером по сцене, партнером Ольги Николаевны была всегда необычайно большая творческая радость Я вспоминаю очень давние времена, когда впервые мы играли горе от ума Были мы совсем неопытными молодыми актерами Я помню, когда я, мой первый выход, чуть светлыш на ногах, я у ваших ног И я выходил, в общем-то, дрожал от волнения Но когда я видел такие чудные, доброжелательные глаза Лизы, которую играла Ольга Николаевна Кстати, играла очень хорошо даже для того ее молодого времени Когда она на меня смотрела такими любящими глазами, она меня так поддерживала И я чувствовал, как мне хорошо, хоть меня кто-то такой сейчас так на сцене поддерживает Это была Ольга Николаевна Вот это вот качество и умение как-то работать с партнером всегда заражало Всегда заставляло работать с ней как-то легко, радостно, непринужденно И когда мы поехали на фронт с бригадой У нас было послано две бригады на фронт Одну возглавляла Алла Константиновна Тарасова, а другую Ольга Николаевна Андровская Возглавляла две актрисы, вокруг них мы партнеры, которые с ними играли И у нас тогда было такое интересное правило выработанное, которое, по-моему, даже чуть ли не вот как раз Андровская и Тарасова предложили Давайте возьмем с собой вечерние туалеты, и мужчины все должны быть в концертных костюмах Я, например, играл даже в смокинге, который у меня тогда был И вот мы там, в землянках, часто переодевались на очень таких неудобных условиях Но каждый концерт мы одевались так, как мы играли бы его в Москве И после нам всегда бойцы очень благодарно и говорили Какое счастье! Мы просто привезли нам кусочек Москвы Мне посчастливилось встречаться с ней в целом ряде работ Начиная, допустим, в самые молодые годы она играла Лизу в «Горе от ума» Мне пришлось играть в «Молчалина» И вот тогда уже я, так сказать, почувствовал ее как партнершу Партнершу необычайного обаяния И партнершу, которая всегда готова помочь партнеру Приходилось мне быть партнером Ольги Николаевны и в кино Здравствуйте, Кузьма Николаевич Я раздеваться не буду, я на минутку, на минутку Кланялась тебе мама и Катя Василий Андреевич тебя велел поцеловать Тетя прислала тебе банку варенья И все-все сердится, что ты ничего не пишешь Да, Сережа тебя велел поцеловать Что же это такое? Что же это такое? Я вижу, ты меня совсем не рад Я же по глазам вижу, что не рад Нет, напротив, Мила Ах, боже мой Ты знаешь, что было Ах, что было Ты знаешь Мне даже страшно рассказывать, что было Конечно Мы мешаем Кузьме Николаевичу Ему надо доклад кончать У нас сегодня юбилей Пойдем, Милый, пойдем Юбилей? Поздравляю Поздравляю Пойдем, Милый Так это значит общее собрание Обед Вот это я люблю Благоуважаемый и дорогой Андрей Андреевич Поздравляю вас, господа Поздравляю, поздравляю Желаю вам всего хорошего Поздравляю Поздравляю, поздравляю Я даже не знала, что сегодня юбилей А помнишь тот замечательный адрес Который ты так долго сочинял Это вы его и будете ему читать сегодня, да? А тот красивый серебряный такой жбан Милая Ты сам купил же Ты же купил же сам Милая, ну разве об этом при всех говорят? Право ехала бы ты там Сейчас, сейчас, сейчас В одну минуту В одну минуту Все расскажу и уеду Дос, когда ты меня проводил Я помнишь, села с той полной дамой И стала читать Дороги я не люблю, разговариваюсь И три станции все читала И ни с кем ни слова Ну, наступил вечер Потом, знаешь, пошли какие-то мрачные мысли А напротив сидел молодой человек Ничего, не дурненький брюнет Ну, разговаривались Потом подошел ныряк Потом какой-то студент А я им сказала, что я не замужем Ох, как они за мной ухаживали Мы болтали до самой полночи Брюнет рассказы ужасно смешные Они кто ты, а моряк все пел У меня даже грудь заболела от смеха А когда этот моряк Ох, эти моряки Когда этот моряк узнал, что меня случайно Ну, случайно Зовут Татьяна И ты знаешь, что он пел О-хо, Онегин Я скрывать не стану Безумно я люблю Татьяну Танюша, милая Мы мешаем Кузьме Николаевич Кузьма Николаевич Хотите, я вам сейчас расскажу Все-все-все с самого начала Слушайте, ну вот На прошлой неделе получаю я от мамы письмо Что Кате сделал предложение Некий Гринделевский Прекрасный, скромный, молодой человек Но без всяких средств И никакого определенного положения И на виду, представьте себе Катя увлеклась ем Что буду делать? Мама пишет, чтобы я немедленно приехала И повлияла бы на Катю Позвольте, позвольте, позвольте Ну, вы меня сбили Вот тут мама, Катя Я сбился Я ничего не понимаю Ну, и что ты младить какая? А вы слушайте, когда с вами дама говорит Что такое? Что с вами сегодня? Что ведь вы такой сердитый, а? Что? Влюблены, а? Влюблены, да? Покраснел 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 Да-да-да-да-да Покраснел Танюша, нет Пройди на минуточку в контору Я сейчас Танюша Андровская всегда считалась По преимуществу комедийной актрисой Но она Часто мечтала и о драматических ролях И она имела на них полное право Но только в тех случаях, когда Внутренний драматизм образа Сочетался с какой-то яркой и ей близкой характерностью Характерностью Вот тогда у нее бывали полные победы Раневская в Вишневом саде Елена Тальберг В Днях Турбиных Это были только ее эскизы Может быть потому, что она Недолго и немного Играла эти спектакли А вот по-нову В Любови Яровой Она сыграла замечательно Неожиданно Нова С необыкновенной глубиной И необыкновенной остротой Драматизм был В падении Этой женщины Никогда не забуду Репетиции Бориса Годунова К сожалению Эта работа не была завершена В художественном театре Я помню, что я бежал на эти репетиции Как на праздник каждый раз И не только когда репетировал Качалов Репетировал он замечательную роль Царя Бориса Но и когда Андровская и Белокуров Работали свою сцену у фонтана Андровская не привелось Свою Марину сыграть в спектакле Но зато она много Играла ее в концертах И с Белокуровым И с Кудрявцевым И всегда с огромным успехом И, наконец, последний ее триумф Пани Конти В спектакле Соло для часов с боем Но это все помнят Это у всех в памяти Это еще так свежо Какое-то невероятное сочетание Душевной глубины И тонкости Скованной Литой Завершенной Сценической формой Полная ее победа Блистательный ее триумф Какой ценой эта победа Была достигнута Мы знаем Но она и всю свою жизнь Прожила Ольга Николаевна Вот на этом уровне На этом пределе Творческого напряжения Ее отношение К своей профессии К театру Было действительно Необыкновенно Я помню случай На спектакле Любовь Яровая Я тогда работал В литературной части театра Вечером Сидел у себя В кабинете Вдруг по театру Разнеслась вещь Что Андровской плохо Она вот играла По-новому Что у нее Высокая температура 39,5 И что у нее Какие-то страшные боли Начались Какой-то приступ Я помчался за кулисы И увидел картину Как ее После ее сцены Товарищи Буквально принимают В объятия И уносят В ее артистическую Уборную Где уже ждет ее врач Это был острейший Приступ аппендицита Прямо после спектакля Ее отправили в больницу Ну это Героическое исключение Кто-то скажет Ну а будни Я не помню Времен Когда Андровская Жила бы Ненапряженно Творчески Когда бы она Не работала Она умела Радовать людей Но сама Она прожила Жизнь Трудную И в особенности После трагической Ранней смерти Ее мужа Замечательного Актера Николая Баталова Редко судьба Баловала ее Счастьем Счастье Она испытывала Только на сцене Я это знаю Потому что Однажды Она мне Написала На своем Портрете Жить мне Грустно А играть Весело Баловути Пейдите Хати Хочешь Мене Закохоти Закохоти Тай Закохоти Закохоти Тай Закохоти 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 Девчата Закохоти Закохоти Ты богатый грошей даешь Мене бедну поки даешь Ты богатый грошей моешь Мене бедну поки даешь Таки дипи не любила Буна гарна, как лина А теперь я шад на плачу Мене беда Мене беда Мене беда СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, мне кажется, что в Андровской было в огромной степени представлено то, чего очень не хватает мне самому, да и вообще нашему следующему поколению актеров. Я думаю, что трудно это объяснить, и трудно объяснить мне, потому что всё-таки я привык всю жизнь называть её тётей Лёлей. Но, с другой стороны, может быть, именно потому, что судьба подарила мне такую близкую к ней жизнь. Я могу судить о том, как трудно и какими внутренними человеческими усилиями доставалось Андровской то, о чём теперь многие говорят, и что прекрасно видели и ощущали зрители на спектаклях. Мне кажется, что Андровская при всей её совершенной принадлежности к художественному театру, его идеям, его методу и так далее, и так далее, обладала ещё каким-то, может быть, личным, но, во всяком случае, особенным умением проникать в форму роли. И не только роли, как, так сказать, данного образа, но в эпоху, в стиль спектакля, в стиль автора. Когда-то они вместе с Николаем Баталовым играли Фигаро, и Баталов сильно опасался, что он, несмотря на костюм, грим и прочее, всё-таки останется русопятым. Андровская тоже опасалась всего на свете и всегда очень болезненно и трепетно, не доверяла себе самой. Но теперь и зрители, которые это видели, могут подтвердить мои слова. Даже странно об этом говорить, потому что, когда ей нужно было быть француженкой, она была француженкой. Когда ей надо было быть горничной, она была горничной. Когда ей надо было быть англичанкой, или кем угодно, или дамой из пьесы Островского, она была ей и только ей. Невозможно было поверить, что в другой вечер на другом спектакле перед вами предстанет что-то иное. Это не просто дар, полученный свыше. Именно потому, я говорю, может быть, мне легче судить, что давалось это умением, деланием, работой и невероятным мастерством в самом высоком смысле этого слова, отточенным, доведенным до совершенства. И, конечно, гигантской непосильной работой. Надо сказать, что Андровской ведь в общем не так уж повезло в театре. 39 ролей за целую долгую актерскую жизнь – это очень мало. Причем 39 – это, считай, все и какие-то совсем незначительные эпизоды. Среди этих 39 очень немного таких, которые по масштабу своему соответствовали ее мастерству, ее дарованию, ее возможностям. И, может быть, подарком, последним подарком судьбы надо считать последнюю роль Андровской. Действительно, как-то завершившую ее и актерскую, и человеческую линию. Андровская появлялась на сцене женщины, бесконечно женственным созданием. что еще угодно будет. Ну, чего? Благодарю вас. Благодарю вас, пожалуйста. Чего доброго. Так, ладно. Вот. Пан Квей. Вот. Боже мой, какая прелесть. Не волнуйтесь, славные пани Конти, все в порядке. Да. Все в порядке. Все в порядке. Городимые пани Конти. Все в порядке. Ой, боже мой, какие розы. Ой, пан Квей. Дорогая наша именинница, позвольте вас от всего сердца поздравить с днем вашего рождения. Да, с днем вашего рождения. Для нас большая честь, большая радость, что мы составляем вам компанию в такой исключительно важный момент. Да, момент исключительно важный. Вот, и примите от нас вот это небольшой подарок. Войнерский исключительно важный. Да, момент. Звездный момент. Позвольте мне присоединить свой голос к поздравлениям. Желаю вам счастья и здоровья. Спасибо вам от всего сердца. Спасибо. Спасибо, это так удивительно, так мило с вашей стороны. Ну, зачем? Зачем только слов, когда полны бокалы. Я предлагаю выпить здоровье нашей дорогой именинницы. Ваше здоровье. Бокалы наливаются, в них отблеск янтаря. И лица загораются, как вешняя заря. С вином тоска проносится, оно волнует кровь. И в сердце наше просится И радость, и любовь. Хор наш поет. Ветерий-то, 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 К нам приехала родная. Панье кончи, дорогая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне, собственно, мне ведь нельзя из-за моей гипертонии. Забудьте вашу гортензию. АПЛОДИСМЕНТЫ Гипертензия! Она, кажется, большой шмельчак. Да, я шмельчак, я большой шмельчак. Итак, я предлагаю тост за здоровье вашей внучки. Ковчки? Угу. Ну, это и самое, ну как там, гортинзии гипертинзии. А-а-а! Нет-нет-нет, мне в самом деле нельзя. В самом деле мне нельзя. Чубака хорошего вида лучше всякого лекарства. Вы думаете, да? Ну, знаю-то. Да. Ну-а-а. Хорошо. Хорошо, ведь что, один и на ваш ответ. Да, на мой один, да, на мою. Да, на мой один. Вот это да! Да. Хорошо сидим. Да, хорошо. По улицам гуляла прелестная Мадлен, И юбочку держала чуть-чуть поверх колена. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Подарок от Панорамера. Боже мой, какая прелесть. Какая прелесть. Вот это подарок. А, а, налейте еще. Помимо того, что она превосходно играла, И тут вряд ли могут быть различные мнения Относительно ее, как актрисы. Она явилась человеком, который всех нас объединяла. Всех спаяла вокруг себя. И, может быть, та атмосфера, Которая очень доходит до зрителя, Как говорят, Она исходила именно, Главным образом, От присутствия Андровской. Мне сейчас вот Просто трудно Говорить о спектакле Соло для часов с боем. Потому что Настолько это было связано Как-то С нашей жизнью всей Этот спектакль, Что Когда я сейчас вспоминаю об этом, Мне просто Хочется плакать. Мне не надо было Мобилизовать Свою творческую фантазию, Свою волю. Достаточно было Просто посмотреть В глаза Ольги Николаевны Андровской, Посмотреть в глаза Пани Конти, Как я чувствовал Себя, как Пан Хмелик И как артист Пруткин, Преданным ей Всем существом. Налейте, налейте Бокалы полнее И выгнен, друзья же, любовь Ла-ла-ла-ай, ла-лай, ла-лай, ла-лай Ла-ла-лай Picolet, ла-ла-лай Не могу Нет, 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 нет Мне нельзя Нет, ну.. Да мне, в самом деле, ни капельки нельзя, иначе я за себя не ручаюсь. Нет, ну, совсем немного, а о вашей гипертензии мы ничего не скажем. Нет. Ну, так. Вот. Вот. Все бы сейчас отдала за цыганскую музыку. Ну, это проще простого. Это проще простого. Ну, так музыка не победит. Ну, так. Ну, так. Счастливое. Ну, так. Косино, офицеры, нах, вино течет рекой. Косино, офицеры, нах, вино течет рекой. Косино, офицеры, нах. Косино, офицеры, нах. Косино, офицеры, нах. Косино, офицеры, нах.